Чтение послания святого апостола Павла к Ефесянам Братья, вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сценах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Слово Божие. Богу хвалу. Он нас створи и ми смо Негови. Господь сотворил нас и мы Его народ. и ми смо Негови. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, и здесь и пред лицо Его с восклицанием. Господь сотворил нас и мы Его народ. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Господь сотворил нас и мы Его народ. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благо Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Господь сотворил нас и мы Его народ. Господь сотворил нас и мы Его народ. Алелуя, алелуя, алелуя. Субтитры создавал DimaTorzok Чтение Святого Евангелия от Луки В то время некто из народа сказал Иисусу «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». И сказал «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Слово Господне. Слава Тебе, Кристо. Слава Тебе, Кристо. Когда Иисус боролся в множество, когда Иисус был с толпой, очень часто люди просили Его о различных нуждах. Одни доверяли Ему больных, другие, а в некоторых случаях даже и умерших, как, например, дочь Иаира, которая умерла, или также Лазарь. А сегодня вечером мы видим одно интересное обращение. Один человек просит Иисуса, чтобы тот сказал брату его, чтобы он разделил с ним свое наследство, вероятно, наследство оставшееся от отца. вероятно, пришло к несогласию. У иудеев старший брат имел право после смерти отца на две трети наследства, а младший брат на одну третью часть наследства. Если возникало какое-то несогласие, тогда они обращались либо к какому-либо суди, к какому-то уважаемому старшему человеку, который сидел при входе в город, или шли к царю, к какому-либо известному суди, дабы он разделил. Ибо закон есть закон, и воистину кроме судей были и также некоторые посредники для примирения, и обычно для этого избирали каких-либо учителей, раввинов, знающих закон, те, которые помимо знания в вере, имели также и познание и практику в делах суда, в законодательстве. Поэтому, когда этот человек приходит к Иисусу, он признает его учителем. Равви, Равви, реши этот случай. Иисус отвечает человеку тому, кто поставил Меня судить или делить вас. И больше об этом не сказано ни одного слова. Но это было возможностью для Иисуса, чтобы Он со Своей проповедью мог пойти дальше. Это Он сказал этому конкретному человеку, кто поставил Меня. А затем Он говорит всем, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ясно, что в вопросах наследства имения всегда проявляет себя чья-то жадность. Иисус знает, что это является злом. И тогда Он говорит, берегитесь любостяжания. Когда мы говорим любостяжания, жадность, мы обычно думаем о бесконтролированном желании получать больше. Даже если это немного неуважительно, это не мешает. А важно только одно, владеть еще большим. Поэтому Иисус говорит, берегитесь любостяжания. И затем, чтобы немного объяснить важность этого греха, этой ситуации, Он приводит пример этого человека, у которого была лишь одна только проблема. Ему не хватало, куда положить свои плоды, жидниц. И затем построю новую, и душам много добрали жить у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Иисус Иисус имеет к этому, что сказать, и говорит ему, безумный. И затем добавляет, ты не осознаешь, что в сию же ночь душу твою возьмут у тебя, а значит, что ты умрешь. В жизни человека существует огромное искушение настолько обеспечивать себя, что никто и ничего тебе уже не нужен, и даже не нужен Бог. Ибо здесь мы не знаем из этой притчи этот человек, о котором говорится, являлся ли он верующим или нет. Но речь идет о том, что все свое доверие, все упование он вложил на то, что принесло, на те плоды, которые принесли, принес ему его урожай. И здесь он вошел в одну крайность. это является целью моей жизни. Это исполнение всех моих желаний. И больше ничего для меня не нужно. Я уже обеспечен всем, абсолютно всем. уверенность. Уверенность во всех сферах жизни люди стараются себя подстраховать. Знаем, что страхуются дома, автомобили. Также страхованию дают и поля, обеспечивают себя страховкой и здоровьем. Все подлежит этому. А все-таки, что воистину защищает, обеспечивает человека? Что является истинной страховкой? Что он ставит под страховку? Когда человек придает страховке дом, тогда только немного он может получить, если этот дом сгорит. Если человек страхует свой виноград, только тогда, если произойдет какой-то ветер, который их уничтожит, если страхует машину, будет ли страховать тех людей, которые внутри этого авто? Если кто-то из этих людей тяжело пострадает или погибнет, только что-то получит этот человек взамен. Медицинская страховка обеспечит лекарства, анализы, но не может застраховать само здоровье, не может его купить. Не говорят сейчас уже о самой жизни. застраховать свою жизнь. Этот человек из притчи, он думал, что он уже застраховал свою жизнь. А так ли это было? Мы видим, не было это так, поскольку эта притча сравнения Иисуса говорит, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. душу твою. Подумал ли когда-либо этот человек о том, что кто-то другой все же является господином жизни, что кто-то подарил ему это, и может и снова его и взять, собрать, ибо и в этой притче говорится, возьмут у тебя душу твою. Таким образом, тот, кто дал жизнь, он его возьмет и к себе. Что же происходит тогда? Иисус, говоря по-человечески, произошла здесь катастрофа, человек работал, собирал и ничего не стало и сам он уходит. Иисус добавляет к этому еще одно предложение, которое мне кажется самым важным в этом, а именно говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Слова богатеть, богатый и Бог происходят из одного и того же может быть это слово богатства пришло в наш язык от того, что сейчас я владею стольким, что я уже подобна как Бог. И в жизни некоторые люди умеют себя вести именно таким образом, а именно Бог и я, но я все-таки здесь являюсь главным. Иисус, говоря об этом случае, воистину хочет вложить в наше сердце мысль о том, что все то, чем мы владеем, не является воистину для нас чем-то, на что человек может абсолютно опереться. Ибо говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, а значит, наша жизненная призвание заключается в чем-то другом. Этот человек из плечи возможно и мог ощутить какую-либо часть счастья, да, у меня есть достаточно всего, и те, которые различным застраховывают себя на различных сферах жизни, могут себя в этом чувствовать в безопасности, а все-таки мы видим, что нет в этом абсолютной безопасности. Частые убийства в мире происходят воистину часто из-за страховки. Жена убила мужа, муж убил жену, чтобы получить ее жизненную страховку, а значит, нет счастья в этой страховке, а вопрос сейчас о страховании жизни. Как его обеспечить? Есть какие-либо виды страховки жизни, которые воистину иногда не являются такими. Жизнь невозможно застраховать. люди пробуют что угодно. В некоторых богатых странах можно сказать, что пришла такая мода. Человек всю жизнь полагается на деньги и уже подходя к концу жизни, все распадается и он пробует. Может быть, что-то получится. Например, вкладывает куда-то деньги так, тогда, когда он умрет, человек платит за то, а если, например, наука через несколько лет встанет в науке что-то, что можно будет человека оживить, то человек снова хочет вернуться к жизни и ставить себя в какие-то специальные условия после смерти, а этого невозможно. И поэтому Господь говорит нам об одном единственном богатстве, а это быть в Боге богатым. А человек является человеком, поэтому притягивает его и второе. Как тот молодой человек, который говорит все заповеди, я уже исполнил и хотел быть более совершенным. А когда Иисус касается его богатства и говорит «Раздай все свое богатство, продай, раздай бедным и следуй за Мною», тогда он поворачивается и уходит. И евангелист говорит, он ушел, потому что Иисус прикоснулся в одной точке к тому, как сказано в Евангелии, что он имел большое имение, и поэтому не последовал за Иисусом. А Иисус часто говорит о том, что богатство некоторым способом часто порабощает человека, подобно так, как порабощает его грех, так же и это, потому что человек теряет меру, не имеет больше меры, поэтому его последние слова, что так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А как же богатеть в Боге? Построить какой-либо храм, к примеру? Нет, потому что мы можем сказать о жизни, что жизнь для кого-то богатая или для кого-то разрушенная жизнь, для того, кто что-то совершил в жизни. А сейчас я как христианин, если беру себя как пример, самая огромная ценность, которая существует, то, что есть, Иисус говорит, нет тебе в этом никакого ничего большего, если даже от этого нет мне никакой пользы, а значит, то, что важно, это значит быть богатым в Бога. И что такое богатство в Боге? это значит иметь самого Господа. Я Бог со мною, Бог подарил себя мне, Он заботится обо мне, и я с Ним. я хочу вернуть Ему своей жизнью, своей благодарностью, своей хвалою, прославлением, если бы все можно было бы сказать тот, кто воистину себя считает христианином. Если в доме не существует молитва, когда придет воскресенье, скоро будет адвент, время адвента, и если кто-то скажет я не могу идти на мессу, я работаю, придет лето, я должен отправиться в отпуск, я не могу отправиться в храм, и в таком состоянии, являюсь ли я богатым в Боге? Нет, ибо мое слово говорит одно, а моя жизнь говорит другое. А святой Павел в своем послании к Колоссянам припоминает, что мы не можем забыть, что мы через крест крещения воскресли со Христом. Мы стали также наследниками неба, со наследниками неба, того, там, где Бог, и поэтому и мы призваны к этому наследству. А являлась бы эта трагедия, если бы человек потерял это наследство или выменил его на что-то земное, на какое-либо имение, на какие-либо удовольствия. И это для человека, который жизнь берет так очень легко, легкомысленно, что легче идти таким путем. А Иисус говорит так, как сказал этому человеку, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Так Иисус этим последним предложением в Евангелии говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Братья и сестры, мы призваны богатеть перед Богом, в Боге, а значит иметь Бога. И что это означает? Это что-то безмерно великое, что мы не сможем себе даже представить, а возможно даже не знаем об этом размышлять, а это значит быть с Ним, разделять с Ним, это наследство вечности, это то самое огромное, что мы можем себе представить, и в нашей жизни стоит бороться именно за это, аминь.